Здравствуйте! Программа «Красный угол» рассказывает о важном в регионе, о том, что и почему происходит вокруг и каким образом влияет на наши действия. Спросим, чтобы знать и объясним, чтобы быть в курсе. Сегодня в выпуске. Девятилетие Крымской весны. Молодежь Крыма в патриотическом флешмобе развернула гигантские флаги России. СВО до победы. Гуманитарные грузы, письма, поддержка нашим бойцам поступают непрерывно. Теперь закон защитит всех, кто выполняет задачи в зоне специальной военной операции, вне зависимости от статуса, в том числе и добровольцев. Ульяновская область в топ-десятке первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России. Ядерно-инновационный кластер в Димитровграде – пример одного из успешных проектов. Погибли животные, пострадали поля, затоплены жилые дома. Адресно и грамотно оказать помощь всем нуждающимся. Выясняем, как Ульяновская область переживает сильнейший паводок. Девять лет назад, 18 марта 2014 года, произошло историческое событие. Республика Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Крымчане проголосовали на референдуме за воссоединение полуострова с Россией. За это время сделано многое и в самых различных сферах. Снята энергетическая блокада, восстановлено железнодорожное сообщение, построено ТЭЦ десятки объектов социальной сферы. Ну а драйвером развития региона, да и всей страны, является молодежь. 500 молодых крымчан в этот день развернули российский триколор у здания Государственного Совета Республики и исполнили гимн России. Крымская весна стала символом восстановления исторической справедливости и единства нашего народа. В студии регионального телеканала наши друзья из военно-патриотического поискового отряда Крутояр Захар Токарев и Елена Шахова организовали встречу с героем СВО, легендарным воином, который отличился и в Крымской весне. Братислав Живкович – серб по национальности и россиянин по гражданству. Доброволец-антифашист, ветеран боевых действий в Косово, Метохии и специальной военной операции на Украине. Нас нельзя победить, говорит Живкович. Предатели, которые убежали, всегда будут. Я не знаю, какая страна чувствует в этом мире, а если не было людей, которые сопротивлялись своей стране, своей родине. Ну, конечно, я и знал, что так будет, и меня это не поразило. Просто мы в Сербии, скажем, когда случится такое дело, кто там убежит, у нас очень редко то происходит, потому что мы по-другому думаем о войне. У нас, когда начинается война, даже приезжают люди от Ацицины за границей и спрашивают, давайте автомат, винтовку, воевать. А приори воинозащитник. Да, потому что мы знаем, знаете, мы в окружении, все вражеские страны. Если мы не воюем за свою страну, нас не будет. А Россия большая страна, тут никогда не покоришь эту сторону больше. Тогда тут и могут убежать. И дети, которые убежали, они не заслуживают жить в России. Потом мы скажем, и это хорошо, что случится, мы точно увидим, кто тут, кто. Понимаете? И это хорошо. Значит, надо временем плохое жито от пшеницы убирать. Плетка опять модная в этом? Очень. Она никогда не выходила из мода. В модной теме Наталья Гончарова еще с перестроечных 90-х. Но если на этапе становления бизнес помогал ей выживать, то теперь материя иная. Удивлять, преображать, радовать. Слышать от покупателей спасибо и... Пожалуйста. Ну вот, видите, как сразу хочется весны, да? Да. Весна в разгаре, а еще зимой Наталья вместе с единомышленницей Юлией взяли на себя миссию дополнительную. По изготовлению и упаковке горячих обедов для бойцов, что на передовой. Я так поняла, что, в принципе, здесь у вас бизнес налаженный. Ему уже 30 лет, это очень хороший срок. Свои клиенты постоянные, все хорошо, все красиво и стильно. Почему еще вот это направление, хотя я понимаю, что, наверное, дань времени? Ну вот вы знаете, как началась вот эта компания СВО, я посылала денежки. И потом в какой-то момент я почувствовала, что мне этого мало, просто посылать деньги. И захотелось сделать что-то вот именно своими руками, передать тепло вот своих рук на передовую. Солянки, борщи и жаркое получились не сразу, но методом проб и ошибок технологический процесс отладился. Для максимально простой и удобной транспортировки домашняя еда упаковывается в реторт-пакеты. Это такая современная альтернатива тяжелым консервным банкам. Восемь грамм весят. Вот такой пустой пакетик, плоский. То есть очень удобно. Да. Вот тут вот он запаивается у нас. Когда получаем мясо, тогда и делаем. Ну и со временем, потому что приходится как бы работать в две смены. То есть одну смену мы отрабатываем, грубо говоря, вот здесь, а вторая ночная смена у меня кухонным работникам. То есть спасибо, как говорится, мужу за понимание. И, кстати, а спасибо с той горячей стороны. Спасибо вам за вашу помощь. Очень приятно, что о нас помнят, помогают и ждут. Вот такие сообщения, они приходят регулярно. А сами изготовители вкусных пакетов говорят о том, что это, по сути, глобальная работа. И население Ульяновской области очень часто что-то приносит и жертвует. Так недавно неизвестные мамы с дочкой принесли 14 килограммов говядины. Также доставляют крупы, овощи, все это на безвозмездной основе. И это вот такой каждый личностный вклад в большое благое общее дело. Муж пришел, принес 3000 рублей, работал у заказчицы, они разговаривали, она просто дала 3000 рублей бабушка. И сказал, ну что-нибудь сделайте. То есть люди помогают и большое им спасибо. Координирующее звено тех, кто готовит и плетет сети. Льет солдатские свечи, шьет белье и входит в спецназ, то есть вяжет носки вайбергруппа ЗВ. Недавно запустилось новое направление – сухой армейский душ. Полотенчика, полотенчика, губка пропитанная специальным гелем и ватные палочки. Все это для чистоты наших ребят. В группе ЗВ уже почти 5000 неравнодушных. Друг друга поддерживают, даже если никогда не виделись лично. Зато их слаженность видят и в полной мере оценивают настоящие мужчины. Хотим поблагодарить Алексея и Наталью с группы ЗВ, выразить признательность всем людям, которые не остались в стране. Приобретение тепловизационных прицелов помогает нашей стране в это непростое время. Также хотим сказать большое спасибо за оказанную гуманитарную помощь, собранную для воинов-десантников. Мы обещаем, враг будет разбит, победа будет за нами. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс подписал президент Владимир Путин за фейки об участниках специальной военной операции. Дискредитация и распространение заведомо недостоверной информации об участниках специальной военной операции на Украине теперь грозит штрафом до 5 миллионов рублей и лишением свободы на срок до 15 лет. До сих пор под действием соответствующих статей КАП РФ и УК РФ попадали те, кто распространяет фейки и порочащие сведения о кадровых военных. А теперь закон защитит всех, кто выполняет задачи в зоне СВО, вне зависимости от статуса, в том числе и добровольцев. За распространение ложной информации об использовании вооруженных сил и об оказании добровольцами содействия в выполнении задач, возложенных на армию, теперь могут назначить штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Либо приговорить к исправительным работам или тюремному заключению на срок до 5 лет. Если такое преступление совершит организованная группа лиц или оно будет связано с политической, расовой, национальной ненавистью, максимальный уголовный срок может составить до 10 лет. Если распространение ложной информации приведет к тяжким последствиям, он может быть увеличен до 15 лет. Вводится ответственность за дискредитацию действий добровольцев. Будут наказываться устные высказывания, публикации в социальных сетях и другие публичные действия, которые подвергают сомнению использование армии и добровольцев для защиты интересов России и ее населения, поддержания международного мира и безопасности. О деловом климате и инвестиционной активности говорили в Самаре на Совете при полномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров подчеркнул, что по ряду ключевых показателей округ демонстрирует рост. Темп роста объема инвестиций в основной капитал 103,5% по сравнению с 2021 годом. В России 104,6%. В 2022 году отмечается рост индекса промышленного производства и рост индекса производства продукции сельского хозяйства. Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров говорит, безусловно, большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Удалось обеспечить устойчивость экономики, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержать финансовую систему и предпринимателей, сказал Игорь Комаров. Основным источником инвестиций для большинства регионов являются собственные средства. Глава ОСИ Светлана Чупшева подчеркнула, инвестиции в обрабатывающие производства составляют 30% и превышают среднероссийский уровень почти вдвое. Остается высокой долей инвестиций в добычу полезных ископаемых. Это говорит об устойчивой специализации федерального округа. За последний год у регионов Приволжского округа наблюдается положительная динамика по ряду показателей национального рейтинга. 5 из 14 регионов ПФО улучшили свои показатели в рейтинге 2022 года. Это Нижегородская область, наша Ульяновская область, Пермский край, Республика Мордовия и Кировская область, отметила Чупшева. Отмечена также работа по развитию точек роста особых экономических зон, территорий, опережающего социально-экономическое развитие, индустриальных парков и так далее. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил Ульяновскую область. Проекты, реализуемые в рамках Института кураторства, приносят ощутимый социально-экономический эффект, и особенно это касается тех регионов, где их реализация находится на постоянном контроле. По итогам 2022 года в округе в рамках данных проектов создано свыше 22 тысяч рабочих мест. Суммарный объем частных инвестиций составил 165 миллиардов рублей. Регионы ПФО продемонстрировали сравнительно высокие результаты в рамках национального рейтинга научно-технологического развития. Среди лидеров субъекты, специализирующиеся на нескольких высокотехнологичных отраслях. Это республики Башкортостан, Татарстан, Ульяновская область. Необходимо в каждом регионе развивать площадки кооперации научных организаций, организаций высшего образования и бизнес-структур, подчеркнул вице-премьер. В 2022 году Ульяновская область вошла в топ-10 регионов первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России. И основное влияние на показатели оказал ядерно-инновационный кластер, как один из успешных развивающихся кластеров, созданный совместно с Минэкономразвитие России. Работа на строительной площадке НИАРа не прекращалась ни на день. С самого старта сооружение новейшего многоцелевого реактора. Местами с опережением графика в летний сезон с привлечением ударной рабочей силы студенческих стройотрядов. Не мудрено появлением БИРа огромный прорыв для отечественной отрасли мирного атома. Изучение новых конструкционных материалов, которые используются в реакторном строении, изучение новых типов топлива, которые используются, которые будут в последующем использоваться на перспективных промышленных реакторах. Я имею в виду не только реактор, но и в целом реакторные установки, которые используются в тех же ледоколах. В диаметре практически это габариты реактора ВВР тысячника. То есть, представляете, какие возможности в активной зоне. А тут еще будут горизонтальные каналы выводиться, тут еще будут и петли ставиться. То есть, это практически выход на исследование для того, чтобы уже начинать строить после 30-х годов реакторы промышленные четвертого поколения. Что гарантирует полную технологическую независимость страны. Установка корпуса реактора в проектное положение проходит с опережением графика. По изначальному плану это 15 ноября 2023 года. Запуск же намечен на 2026 год. Специалисты говорят о двухгодичном упреждении. Сберечь драгоценный временной ресурс помогли инновационные технологии. Так называемая цифровая стройка. Мы используем цифровую строительную модель, которая позволяет нам производить планирование, производить контроль за объектом. Следующим, наверное, инновационным инструментом, который мы применяем, это дистанционный мониторинг строительства, который состоит из трех уровней. Это уровень космической фотосъемки, уровень видеосъемки с квадрокоптеров и лазерное сканирование внутри объектов. Сегодняшнее событие, хоть и значимый, но далеко не финальный этап большой стройки. Тем не менее, уже сейчас в городе Атомщиков идет серьезная подготовка к приему и размещению будущих сотрудников, строительство нового жилого микрорайона и создание необходимой социальной инфраструктуры. Соответствующее соглашение заключено с госкорпорацией «Росатом». Если взять 2022 год, то в развитие социальной инфраструктуры было вложено полтора миллиарда рублей. На этот год мы планируем около 2 миллиардов рублей, причем 800 миллионов из них будут вложены в рамках заключенного нами соглашения. Куда вкладываются деньги? В первую очередь, это благоустройство, ремонт, строительство новых дорог. Это благоустройство дорог, территорий, создание новых общественных пространств, парков, зон отдыха. Новый жилой квартал, где в будущем поселятся 132 семьи, уже возводятся. Первые дома сдадут в конце этого года. Также в 23-м Наукоград обретет нано-лицей. 1 сентября он будет готов принять 1100 учеников. Грандиозные планы и их воплощение позволяют смотреть в будущее уже сейчас. Никакой путаницы. Проверять газовое оборудование в одном многоквартирном доме теперь будет одна компания. Управляющие компании и ТСЖ должны будут заключать с ней договор о техобслуживании и ремонте газового оборудования, а собственники и наниматели жилых помещений об обслуживании внутри квартирных коммуникаций. Газоснабжение официально станет коммунальной услугой, а контролировать ее исполнение будет Госжилинспекция. Граждане обязаны обеспечить допуск газовщиков в свою квартиру. Изменения в статье 2-3 закона о газоснабжении в Российской Федерации и Жилищный кодекс вступят в силу с 1 сентября этого года. На продолжение темы в материале из Совета Федерации. Выяснить, почему срываются сроки начала капремонта школ, поручила сенатором Валентина Матвиенко. Задача была поставлена в ходе парламентской разминки. Сейчас такая ситуация сложилась в 49 российских регионах. Свыше 350 средних учебных заведений не готовы к приему школьников. Конкурс для подрядчиков должен был завершиться в феврале, а к 20 марта заключены контракты. Чтобы к 1 сентября все школы были подготовлены, отремонтированы, оснащены, я прошу всех сенаторов взять этот вопрос на личный контроль, пообщаться с губернаторами, почему есть отстающие регионы, одни справляются, другие еще даже конкурсы не объявили. В чем проблема? Что мешает это делать? Валентина Матвиенко также отметила, что на образовании в рамках нацпроекта выделяются деньги и региональным командам нужно организовать нормальную работу по их использованию. В этом году ремонт запланирован в 1530 школах, в 72 регионах. На программу капремонта выделены значительные средства, 66,8 миллиарда рублей, это только из федерального бюджета, еще 11 миллиардов это софинансирование регионов. Вопрос организации досуга в период школьных каникул для детей-участников СВО подняла сенатор Дарья Лантратова. Речь идет об экскурсиях, посещениях музеев, секциях и творческих мастерских. Я знаю, что многие регионы предоставляют на время каникул возможность бесплатного посещения лагерей, либо компенсируют родителям затраты на самостоятельно купленные путевки. Я предлагаю использовать эту практику. Дополнительные ресурсы социальных служб могут выделить для помощи семьям военнослужащих, в которых есть и дети-инвалиды. С таким предложением выступила сенатор Ирина Рукавишникова. Уважаемые коллеги, хочу попросить вас обратиться к руководству своих регионов и вместе провести анализ условий жизни семей, в которых отцы детей-инвалидов сейчас в зоне СВО. И там, где это необходимо, принять меры по нормализации их жизненной ситуации, направив им на помощь дополнительные ресурсы социальных служб. Еще одна тема – новый порядок проверки газового оборудования в многоквартирных домах. Сейчас существует путаница, кто в доме занимается обслуживанием оборудования, и с кого спрашивать в случае аварий, связанных с бытовым газом. Одну многоэтажку порой обслуживает несколько компаний, причем не все из них действительно работают добросовестно. С 1 сентября проверять газовое оборудование в одном многоквартирном доме будет одна компания. Сегодня очень важно, сегодня для того, чтобы избежать этих аварий, сделать так, чтобы газовое оборудование, которое находится сегодня в квартирах, прежде всего, конечно, частников, потому что за то, что мы брали за последние годы, 90 с лишним процентов – это то, что произошло именно в квартирах частных жильцов, эти аварии, необходимо это оборудование, конечно же, обслуживать. И возникал вопрос, как и кто будет его обслуживать. Ну, учитывая, что действительно оборудование устаревает, и еще один вопрос, кроме устаревания, оборудование у нас перестали быть. Вот в свое время, когда приходил газовик, там, с очередной проверкой, да, он проверял, все его знали, он заходил, проверял, приводил в соответствие, что-то ремонтировал, что-то менял, то сегодня возникает вопрос, что сегодня, к сожалению, мы смотрим, не все вообще задумываются об этом вопросе, такая некая халатность, все почему-то думают. Во-вторых, именно в последнее время, если брать постсоветский период, эти все перестройки самостоятельные, которые были, в том числе и в квартирах, в кухнях и так далее, когда вентканалы полностью закрывались, и так далее, и так далее. И последний вопрос – это, конечно, абсолютно нет доступа для проверки. Ну и самый, наверное, большой вопрос – а кто же сегодня проверяет? Какие организации? И вот мы посмотрели, при рассмотрении данного вопроса, очень внимательно смотрели ту статистику. Сегодня, ну, для примера, взять там, не помню, по-моему, в Саратовской области, именно дом, где 60 обслуживающих организаций проверяли по одному адресу, в одном доме, проверяли качество показаний этой услуги, и, самое главное, обслуживали все эти квартиры. Кого потом спрашивают? Паводок в Ульяновской области. Специалисты ГО и ЧС утверждают, что такой паводок случился впервые за 30 лет. Ну и старожилы, и люди среднего возраста им вторят. Непростая ситуация сложилась в Ульяновском, Сенгелеевском, Радищевском, Николаевском, Новоспасском районах. Хронику событий наши зрители видят в информационных выпусках реальности ежедневно. Вот, по информации министра Ульяновской области Геннадия Нерабеева, в муниципальных образованиях остаются подтопленными 34 жилых дома, 441 приусадебный участок и два низководных моста в Больших Ключищах и Цельнинском районе в селе Новое Ирикеево. Превышен предельный уровень рек Сызранки и Сельди. Внимание оползневому участкам, склон Варвскому, грузовая восьмерка в Ульяновске под постоянным риском. По состоянию на сегодняшний день у нас уровень воды в реках Волга и Свяга на территории города находится в пределах нормы. Уровень воды в реке Сельдь по состоянию на 20 часов вчерашнего дня превысило отметку неблагоприятных явлений. На 95 сантиметров имеется тенденция к дальнейшему подъему уровня воды. До уровня опасного явления остается на 155 сантиметров. Большая вода пришла в Арвское. Из-за талых вод, стекающих в реку Сельдь с промерзших полей, под угрожой затопления оказались жилые дома, подъездные дороги и мост через реку. В зону паводка попал храм, находящийся в опасной оползневой зоне. Избежать разрушения склона удалось благодаря выполненным работам по его укреплению. В рамках выполненных мероприятий в прошлом году все работает, функционирует. Пока оттуда обращений никаких не было. Повторюсь, что у нас в предмониторинге находится подъездной мост. Но сегодня более детально еще обследуем этот оползневой участок. Там где еще здесь вода заливает? Вот у нас полевой. У нас вот эти дома только вот здесь. Вот те, да? Да, тоже. Так, основной потом идет оттуда. Там мы сможем что-нибудь, какое-нибудь это сделать? Ну вот, вот, как раз вот это вот и подготовлено. Поедем туда, доедем. Сможем доехать? Нет, туда мы не заедем. Как удалось выяснить спасателям, причиной разлива сельди стал ледовый затор, мешающий спокойному течению реки. Вода в ней поднялась на несколько метров. Толщина образовавших пробку льдин достигает 70 сантиметров. Производится разбор данного ледяного завала, затора, который может повлечь угрозу для данного моста, а также создает препятствия для пропуска паводковых и талых вод. Жизнедеятельность населения не нарушена. Дорога для жителей Арского существует. Работа продолжится до полнейшего завершения. Освободить сельдь от угрожающей ледовой плотины, а мост от воды удалось только при помощи тяжелой техники. Экскаватор-планировщик Татра в народе называют ласково «золотая ручка». Машина обрушивает удары своего ковша на льдины, разламывая их на куски, которые затем перебрасывают на другую сторону моста. Прогноз в этом году не оправдывается. Весна, так скажем, ожидалась в одни сроки, сейчас совершенно иные. То есть мы и паводок ожидали на две недели позже, чем сейчас. По Свияге у нас ситуация, так скажем, относительно спокойная. Река вскрывается, сельдь, вы видите, она у нас уже полноценно сбрасывает воду. Волга у нас пока стоит в облево. Вчера тяжелой технике с затором справиться удалось. Но тяжурные службы сообщают о новых скоплениях льдин, замеченных беспилотником по течению реки Сельдь. Ситуация находится на постоянном контроле спасателей. И в случае необходимости экскаватор в любой момент вновь готов появиться на переправе. А сегодня самое оперативное. То, чего ждут все пострадавшие. Адресно, выверенно, грамотно оказать помощь жителям Ульяновской области. Пострадавшим от паводка распорядился губернатор Ульяновской области. Кураторы территории проехали по всем опасным местам, домам, обследовали условия пострадавших. Что они увидели и что выяснили, кому помогли, смотрим. Большая вода отступила, но основная работа еще впереди. Дома местных жителей серьезно пострадали. Залитыми оказались подвалы и погреба. Многие лишились припасов. Кому-то потребуется серьезный ремонт. Сейчас мы посмотрим, какой ущерб. И через Министерство социальной защиты мы будем производить выходы, исходя из того, какой ущерб. Всю неделю из потопленных городских районов практически не уезжала спецтехника. Несмотря на прохождение пика паводка, дежурство в потенциально опасных местах продолжается. На сегодня ситуация больших опасений не вызывает, однако вода принесла и дополнительные трудности. Алексей Юрьевич, еще хотелось бы попросить о том, что нас подкопило и очень много мусора пришло к нам сюда. Мы просим нашей администрации нас не наказывать за то, что если где-то будет друг друга, мы все уберем. Не наказывать. Мы вам поможем. Вы уже с вами договорились. Всего в Вырыпаевке в списке пострадавших более 200 домов. Последний раз бедствие такого масштаба населенный пункт постигло в 2005 году. Местные жители связывают затопление с несвоевременным сбросом воды. Адресно силами города и экстренных служб в помощь оказывается, но полномасштабная откачка начнется, как только позволит уровень воды в реке. Пока что мешает оперативно избавиться от подтопления скоплений льда на Свияге. Гидротехнические сооружения работают в авральном режиме. Надо будет поднимать вопрос, что там работа есть. Мы уже только раз говорили. Может вообще их убрать? Открыть, забраться. Здесь она для ТЭЦ-1, для того, чтобы была подпитка ТЭЦ. ТЭЦ никогда этой водой пользоваться не будет. Никогда не возьмут. Они психологические. Там была плотина для того, чтобы там у нас эштег была. И соответственно там стояла гидростанция. Если бы для этого было накопление воды. Там сейчас ее тоже. Стабилизировать русло и расчистить Свиягу два кита помощи потенциально подтопляемым районам. Третьим может стать дамба, строительство которой сегодня обсуждается. В апреле, когда появится возможность обследовать берега, этот вопрос проработают более детально. Река Сызранка, вот она. Она очень такая у нас бурная. А вот где село Садовое, она у нас извилистая. И плюс вал воды с Николаевки, и у нас затопило село Садовое. И еще несколько населенных пунктов ниже по течению. Досталось и райцентру, но не сильно. Основной удар приняло село на подступах к Новоспасскому. Вода, стихия. Поэтому все, что мы могли, мы делали. Были у нас и лодки. Спасибо, конечно, у нас также МЧС, нашей пожарной части. Никаких отказов не было. Такого, по словам старожилов, не было здесь лет 60. Иные говорят, что лет 30. Конечно, многое зависит от местоположения дома. Однако вода полностью покрыла территорию села. Была практически в каждом доме, в каждой надворной постройке. Вот как описывает удар стихии местная жительница. Да как, она прям бегом-бегом, ручейми, волной. Ну, он весь асфальт. Вот подумайте, какая вода. Он асфальт весь размыл. А тут что думает? Он от нас и все валил туда. Анну Горелову спасал внук Максима. Параллельно пытался спасать хозяйство. Но вода ударила так, что в двух комнатах выбило подпорные столбы. Через такие щели хорошо продувает под клетий погреб. Но жить здесь проблематично. Да что там, просто небезопасно. Когда вода ушла, мы еще не знаем, какие повреждения. И кое-где, допустим, прогнулись и упали стойки у пола. Пол опустился. Есть пострадала мебель. Бытовой техники практически нет, потому что люди, допустим, в том же селе Садово знают. Технику убирали. Пострадало много насосных станций. Именно поэтому межведомственной комиссии предстоит еще раз пройтись по всем пострадавшим домовладениям. Первые выплаты уже ушли из областной казны на счета муниципалитетов. Сегодня мне в соцзащиту позвонили, сказали, что 50 тысяч надут на ту неделю через почту. Я сама почитаю, и он принесу сама себе. А ущерб-то на 50 тысяч или больше, или меньше? Да, ну, мне кажется, нормально это все. Для нас нормально. Так что больше не меньше. Хотя это, слава богу, спасибо большое. Для тех, у кого ущерб окажется значительный, деньги доначислят. Индивидуально, в каждом случае, в зависимости от суммы нанесенного ущерба. 50 тысяч, вот, как оказали, да. Ну, тут надо еще, наверное. Ой, ну, чай сами, что тут говорить? Ну, чай тут вот скрывай оба эти вот. Сколько тут этот материал теперь надо? Сколько заработать тут возьмут? Ой-ой-ой, больше, чем за материал. Поселковые, районные и областные власти гарантируют. Помощь окажут каждому. Что же касается пострадавших сельхозпредприятий, суммы выплат тут определит региональное министерство агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение Михаилу Семенкину отдал Алексей Русских. На этом завершим выпуск сегодня. Берегите себя и следите не только за событиями, но и за своим самочувствием. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин